Я не влезаю в политику, у меня есть свое дело, я сам врач-хирург, у меня есть свой бизнес, я его развиваю. Но с другой стороны, я обязан следить за политикой, потому что это часть моего будущего, будущего моей семьи и будущего моей страны. Поэтому да, я интересуюсь политикой. То, что происходит сейчас в Грузии, к сожалению, к большому моему сожалению, указывает на то, что наше правительство почему-то решило, ну как почему-то, понятно почему, но решило изменить курс. И то, что до сих пор, как я считаю, правительство делало аккуратно, и это было малозаметно, сейчас они прямо это декларируют тем законом, который они буквально на днях приняли. И это очень жалко, что это так. Это значит, что наше правительство декларирует изменение курса в другую сторону, что неприемлемо лично для меня, и я уверен, для 80-90% грузин, которые живут в этой стране. Именно поэтому все мы сегодня на улице, именно поэтому все мы сегодня против вот этого закона. Лично я могу сказать, что даже вот этот закон будет касаться и меня самого тоже, потому что доход моей компании, которая на 90, более чем на 90% является экспортером продукта из Грузии, и второй такой компании, может быть, в Грузии даже нету, получается, что мы попадаем под этот закон, потому что весь доход мы получаем из других стран. Соответственно, естественно, мне не нравится такая политика. Я из-за проблем, из-за войны в Грузии, моя семья в 90-х годах переехала жить в Москву, потому что у нас на улице была война, и нам пришлось бежать из собственной страны. Буквально, наверное, лет 17-18 лет назад мы вернулись обратно на свою родину, и вернулись именно поэтому, потому что мы видели, что страна выбрала европейский путь развития. И мы живем в этой стране свободно. Я надеюсь, что мы не свернем с этого курса, мы, народ, добьемся до того, чтобы наше правительство нас слушало, и мы будем идти в правильное направление. К сожалению, только один народ, нам будет сложно показать нашему правительству, куда надо идти. Поддержка со стороны, это очень для нас важна. Я очень надеюсь, что это будет правильная поддержка. Вот сейчас вот говорят о том, что будут какие-то санкции. И вот мне очень нравится правильное отношение тех людей европейских с Европой, которые говорят о санкции, что санкции не должны касаться народ, потому что народ против этого. Санкции должны касаться тех, кто это делает, то есть тех государственных чиновников, которые выбирают неправильный путь. И, честно говоря, наверное, если мы покажем мнение европейских стран, их мнение нашему правительству, плюс еще это будет с поддержкой народа, что народу не нравится, нам это не нравится, я думаю, что наше правительство передумает. А если наше правительство не передумает, то осенью у нас будут выборы, и тогда мы просто его поменяем. Мы свободная страна уже много лет, мы давно уже не работаем и не живем по такой политике, что у нас есть государство, и оно будет вечно. Нет, нам не нравятся наши правители, значит, мы их поменяем на другие, а не просто менеджеры, которым мы платим деньги. Так если нам не нравятся наши менеджеры, которые нашу жизнь решают, то мы их просто завтра поменяем, и это будет в октябре, если до этого они не передумают.